Истории подростков из разряда «Меня точно убьют родители». Когда мне было 11, я положила свои дешевые гелевые ручки в микроволновую печь, потому что они не писали. А мой учитель сказал, что это потому, что чернила замерзли. Давайте просто скажем, этим летом мне пришлось дополнительно поработать, чтобы купить новую микроволновую печь. Я впервые напился в 14 лет. Это была бутылка рома и 4 лимонада, смешанной в большом кувшине. Когда я вернулся домой той ночью, мама просто посмотрела на меня и сразу все поняла. Она не разозлилась, она просто сказала «Хорошо, Кори, давай спать, все хорошо, давай». Я лег спать. На следующий день она заставила меня пойти в школу с моим похмельем. Это было моим наказанием. Но позже она сказала мне «Какой смысл мне кричать на тебя? Ты был пьян». Я абсолютно ничего не могу сделать. В течение месяца я тайком брал интернет-шнур из комнаты родителей и протягивал его в гостиную и подключал его к своему телевизору. Когда мой папа начал зачитывать названия взрослых видеороликов со счета за интернет, я мыл посуду. Каждый день мама говорила мне быть осторожной, проходя возле замерзшего пруда рядом с нашим домом. Однажды растаяло достаточно снега, чтобы мы с друзьями поиграли в футбол на поле рядом с прудом. Как вы можете догадаться, в какой-то момент мяч оказался в мертвой точке посреди пруда на льду. Мой детский мозг решил, что если я могу бросить палку на лед, по нему будет безопасно ходить. Поэтому убедившись, что ледустойчив, бросив не одну, а две палки, я начала идти, чтобы достать мяч. Это было похоже на сцену из фильма. Я добралась до центра и в ту секунду, когда я подняла мяч и попыталась повернуться, я провалилась прямо сквозь лед. Мне пришлось ломать лед на всем пути до берега, а мою одежду сушили в доме друга в нескольких кварталах от меня. К тому времени, как я добралась туда, я думала, что нахожусь на пороге в лучший мир. И я никогда не рассказывала своей маме, что я оказалась достаточно глупа, чтобы пойти туда. Иначе она, вероятно, меня бы прикончила. Мне сейчас 26, и я до сих пор никогда не говорила своим родителям, что сделала это. Лол. Действие этой истории происходило в середине 90-х годов. Мне было 16. Я пропускала школу и каталась в машине с друзьями. Я слишком быстро свернула и загнала машину в канаву. Мы вытащили машину из канавы с помощью прохожего. Ни одной царапины каким-то гребаным чудом на ней не оказалось. Я пришла домой, и папа спросил меня, как дела в школе? Таким образом, я поняла, что он прекрасно знал, что меня не было в школе. Если и есть что-то, что мне привел отец, так это следующее. Как бы сильно вы не облажались, ложь об этом только усугубить ситуацию. Признайся, прими свое наказание и больше не делай этого. Я рассказала ему, что именно произошло. Новость про машину его действительно вывела из себя. Я купила ее у него за полную стоимость. На деньги, которые сэкономила работой в пиццерии. Но он нашел другие способы превратить мою жизнь в ад на несколько месяцев после этого. Оказывается, добрый самаритянин, который помог нам вытащить машину из канавы, был коллегой моего отца, который узнал машину и позвонил отцу, чтобы сообщить ему о моих приключениях. Мне было 17 лет, я отвозил домой из школы свою девушку. Мы вместе оказались в душе. Когда мы выключили воду и она вышла, мы услышали, как ее отец открывает входную дверь дома. Конечно, моя машина стояла на подъездной дорожке, поэтому он знал, что я там. Но видел, меня больше в доме нигде нет. Моя короткая жизнь промелькнула перед глазами. Он прошел по коридору и постучал в дверь в ванной. Моя девушка, завернутая в полотенце, открыла дверь и сказала, Он находится внизу по улице в доме одного из наших друзей. Я сказала ему, что позвоню, когда выйду из душа. Тем временем я стоял замерзший и съежившийся в душе за занавеской, готовясь встретить здесь свою погибель. Я женился на этой девушке. Мы вместе уже 26 лет. Кроме того, моя жена, дочь проповедника. Ее отец был одним из двух моих пасторов детства. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я опущу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Когда мне было 12, мы были в гостях у семьи мамы на Рождество и остановились в доме моей тети, как обычно. Позади ее дома был ручей, протекавший через большую часть района. В этом году было очень холодно, и в большинстве мест выпал снег глубиной не менее 6 дюймов. Я играл в снегу, оглянулся на ручей и увидел какие-то странные сосульки, которые я захотел рассмотреть поближе. Я перешел через упавшее бревно, чтобы добраться до противоположной стороны ручья, лицом к задней части дома моей тети и пошел вдоль берега, глядя на лед. В основном ручей был текущим, а не замерзшим. Но над ним была замерзшая часть, и лед, свисающий с нее, превратился в сосульки в форме слез, вместо типичных шипов, которые я привык видеть. Когда я шел, я не заметил перед собой кусочка льда на берегу и наступил на него всем своим весом. Я поскользнулся и полностью упал в ручей, который оказался глубже, чем я ожидал. На мне было зимнее пальто, джинсы и утепленные ботинки, которые стали невероятно тяжелыми, когда промокли. Я был в воде по самой подмышке, отчаянно пытаясь удержаться на плаву в ледяной воде и тяжелой одежде. Моей единственной мыслью было, моя мама будет ужасно зла. Очевидно, я пережил этот инцидент. Я вылез из ручья и побежал по берегу к зданию, которое, как мне показалось, было магазином, а на самом деле оказалось пожарным депо. Они позвонили моей маме, и она пришла забрать меня без ругания, без всего такого, и у меня не было никаких проблем. Хотя вся моя семья до сих пор издевается надо мной и спрашивает, не хочу ли я искупаться на следующее Рождество. Когда мне было 6 лет, я пролила виноградный сок на коричневый ковер в гостиной. Я положила на него подушку, легла на нее и поклялась, что останусь там до конца своей жизни, чтобы мои родители никогда не узнали. Я продержалась около 45 минут. Маму больше расстроило, что виноградный сок попал на подушку, а не на ковер. Когда мне было около 8 лет, мы с моей 10-летней сестрой играли с другими детьми по соседству. Но мы должны были быть дома к 8 часам вечера или когда зажигались уличные фонари, в зависимости от того, что наступало раньше. У нас были часы, и каждый вечер моя мама проверяла, есть ли у нас часы и работают ли они. Однажды вечером мы опоздали на 20 минут, и это был второй раз за неделю. Если мы опаздывали дважды в неделю, нам не разрешалось выходить на улицу до конца недели. Мы с сестрой разговаривали у ворот заднего сада, выдумывая, почему мы опоздали, и следили за тем, чтобы мы оба рассказали одну и ту же историю, на случай, если она нас расспросит. Мы открыли ворота, чтобы войти внутрь, и моя мама стояла прямо за нами, скрестив руки на груди. Это был момент, когда моя жизнь промелькнула перед глазами. Мы живем в двухэтажном колониальном доме. Мои родители уехали в отпуск. Я находился во дворе, подбрасывая в воздух бейсбольный мяч и, ловя его, просто развлекался, как любой другой 9-летний ребенок. Я подумал про себя, эй, давай подбросим его на первую многоуровневую крышу, а потом он скатится, и я поймаю его. Второй бросок, бум, и я разбил окно сестры. Бабушка сидела в той комнате с детьми. Она сообщила об этом родителям. Меня наказали. В нашем гараже под грудой дров застряла маленькая ящерица, поэтому я отодвинул несколько бревен, чтобы она могла выбраться. Должно быть, я случайно опрокинул большую доску, которая приземлилась на машину моего отца, и прошла прямо через лобовое стекло. Хотя бы ящерица была в порядке. Моя мама оставила 14-летнего меня и моего 8-летнего брата одних дома и уехала по делам. Я не помню, что он сделал, но он меня ужасно разозлил. А у меня в подростковом возрасте был отвратительный характер. Итак, я швырнул ему в лицо беспроводной телефон. У него пошла кровь, и мы оба запаниковали. Я выбил ему зуб. Поэтому он побежал в ванну, чтобы посмотреть, какого зуба лишился, все время рыдая. Как оказалось, это был молочный зуб. Его планировали выдернуть через несколько дней. Итак, гневные слезы превратились в слезы благодарности за то, что ему не придется идти к зубному. Однако нам все же пришлось позвонить моей маме, чтобы она знала, почему у него внезапно пропал молочный зуб. Он подтвердил, что был рад, что я выбил его, и она сказала, «Эм, я должна подумать об этом». Меня серьезно наругали. Теперь это одна из тех историй, которые мы рассказываем, потому что думаем, что это весело. Мои родители разделяли нас каждые 6-7 лет, поэтому, когда мы росли, у нас было много глупых ссор. Сегодня день рождения моего брата, поэтому он у меня дома, и он гордится тем, что я тогда это сделал. Его точные мысли об этой истории были такими. После того, как я понял, что это шатающийся зуб, все стало чертовски потрясающе. Когда мне было 17 лет, мы устроили довольно классную вечеринку, когда моих родителей не было в городе. Менее года назад они купили новую мебель для гостиной. Первую новую мебель, которую они когда-либо приобретали или выбирали сами. Ранее там был раскладывающийся диван и два кресла, которые бабушка купила им на новоселье. Одного из моих друзей стошнило на всю новую кушетку. Когда это случилось, я постарался почистить ее как можно лучше, а на следующий день купил более качественные чистящие средства и смог сделать так, чтобы она не пахла. У моих родителей все еще стоит эта кушетка, и они никогда о ней так и не узнали. Я чуть не попал в ловушку, когда под крыльцом нашли окурок сигареты, но я просто испугался и предположил, что его могла откуда-то подобрать птица. Они больше никогда не поднимали эту тему. Я был очень хорошим ребенком, так что, возможно, они знали и просто решили не придавать этому большого значения, потому что я был довольно прямолинейным и ответственным. О, а через несколько месяцев после вечеринки, она была летом, а это было около Дня Благодарения, когда моя мама заменяла скатерть на обеденном столе, она увидела несколько круглых разводов воды, которые остались от того, когда мы играли в пивной пинг-понг и немного разлили пиво. Она накричала на моего отца за то, что тот не пользуется подставкой, и никогда не приходило в голову, что это был не он. И он извинился, так что это было довольно весело. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!